Девушки отдыхают 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 Да, кстати, вам просьба. Артистам нужна поддержка. Нужна поддержка, поэтому смейтесь, пожалуйста, когда надо, когда не надо. Аплодируйте. И вы тоже все. Но вы все. Легко. Надо получить удовольствие. Все? Так, значит, сначала Константин Ушаков, извините, отчество, не знаю, но знаю, что Маляка не... Но Маляка-то вообще подружка моя или Усова? Вот именно. Общественная. Ты такими словами не бросайся. Ну, я новый человек в этой среде, и, может быть, скажу совсем коротко. На новенького. В общем, поздравляю вас с юбилеем от всех депутатов Думы города Томска. И от Ксении тоже. И от Ксении тоже. А то она мне уже там выкатывала. Поздравляю вас с юбилеем, благодарим вас за ваш вклад в журналистику, в парламентаризм. Поэтому примите вот букет. Поздравляю вас с юбилеем. Встаньте. Давайте рекомендуем. А, подносим. Сейчас, поршу, я может... Да как, ты забыл? Ними маску. Уровнуть ты забыл. Не надо. Уровнись. Давайте, чтобы все было. Какой маска. Ты, Захарыч, еще моряка, скажешь. Подожди, у тебя еще подарок есть. Ты сама будешь подарочком. Есть настоящий депутатский ежедневник, ручка и магнитик. Я от тебя тоже хочу поздравить. Захарыч, я горжусь, что знаю тебя 13 лет. Ты один из... В каком плане ты не делаешь? Мне очень нравится тыкать тебе, хоть тебе и много лет. Что делать? Тыкать. Это моя обязанность. Мы с тобой выпили много вина в прошлом. Я помню твое 70-летие. Я горжусь тобой. Потому что ты один из тех великих людей, на которых я равняюсь. У которых я учусь. И, в общем, я тебя люблю, Захарыч, дорогой. Будь здоровья, пожалуйста. Вот когда начинаешь узнавать. Главное, иди дальше. Хорошо. Дорогой Виктор Захарыч. Здесь, значит, я выступаю в трех лицах. Я сначала от лица общественных, от лица областной организации ветеранов. Они все болеют. Они все младше тебя. И не работают, а болеют. Ну вот Кобелев, значит, Николай Васильевич. Я как-то говорю, слушай, Николай Васильевич. Захарычу 80 лет. Он говорит, да не, пойди ты. Николай Васильевич, это Гоголь. Николай Васильевич. Он гордится этим, что его часто с Гоголем путают. Я говорю, да какую-то хотя бы медальку бы ему. Он говорит, я помню, он написал статью, когда я хотел открыть памятник Сталину. Сталину на Риме, а потом эту статью перепечатали все газеты России, и была страшная полемика. И мы сделали контрудар и подарили музею четвертованный и распятый, да, который сейчас стоит в музее, у Василия Антоновича. Вот, так я говорю, он же против меня такую статью написал, да я ему за это, какая там медаль, я ему ОРДЕН. Вот представляете, человек, как оценивать. И вот. Моя... Вау. Ничего себе. Мой материал был в независимой газете. Мой материал в независимой газете. Вот этот ОРДЕН... И так я стал сталинистом. Нет, это ОРДЕН высшей награды ветеранской Томской области. Он говорит, приколи ему на левую сторону, но говорит, проколи ему, сделай ему немножко больно. Я кло тебе не буду сильно больно, ладно? Вот, дорогие друзья, копаем, потому что этот ОРДЕН напоминает ОРДЕН Георгиевский. Смотри, как красиво. Ты сразу, по-моему, одел. Ты сразу стал мурик. Так, мурик. Так, мурик, добавь пиджаку, хорошее. Итак, дорогие друзья, я должен сказать, что мы пришли, мы с ним же создавали театры на Уржатке чеховский, а потом он, значит, меня прогнал. Но я в пику ему тоже сделал объединение. У нас литературно-творческое объединение называется «Старые пердуны». 60 плюс. И занимаются, значит, приходят эти люди, те, которые всю жизнь занимались своим делом. А, оказалось, они пишут музыку, ают, пишут прозу. В поезде один из таких представителей, Владимир Тимошин, он в Северска всю жизнь посидел на Татомном театре. Вот. И это ли или кто? Способствовал тому, что он пишет только писающую прозу и стихи. И он мастер датского стиха. И вот, прочитай памятный адрес. Итак, дифферамбический стих в честь юбиляра. Мастер словесности. Милову Виктору шлем поздравления. Нам их легко, юбиляру, читать. В том, что он гений, не будет сомнений, если его биографию знать. С молоду был он, в ладу со словесностью. Мысли свои выражал фразой точной. Быстро достиг он в Сибири известности, всех удивляя энергией мощной. Список его послужной, многогранный, не перечислить страницей одной. Томску наш Виктор служил неустанно и не грозил ему в жизни застой. Главный редактор газетных изданий и журналист, краевед, депутат, Круг, расширяя возможных познаний, Встал в театральной среде на расхват. Ставить спектакли и пьесы писать. Пошел, пошел, в зал нужно делать. Чему тебе ушел? Тебе, 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 тебе. Правильно делаешь, пошел. Ставить спектакли и пьесы писать. Он научился довольно успешно. Творчество классиков стал восхвалять. К Чехову дышит особенно нежно. Но поначалу не все было гладко. Жизнь театральная, вовсе не мед. Там иногда не бывает порядка, Если начальник слабинку дает. Осов Леонтий, актер по натуре, В саде Вишневым решил поиграть. Но все деревья срубил на скульптуры, И Нилов вынужден Леню прогнать. Виктор актеров стал брать из народа. Им, говорит, можно все доверять. Больше в них правды вложила природа. Могут любители классно играть. Виктору мы пожелаем свершений, Бодрости духа, здоровья в достатке, Чтоб передать молодежи умения И самому поиграть на уржатке. Вот так-то там три экземпляра, Один сад, сад, сад. И от себя лично, Вот есть такая книга, Леонтьюс, в городе Плицах. Там твой портрет, На руку, на ее животе, Милов, Виктор Сухарович, Нилов. Вы потом посмотрите, В общем, нужно законно писать. Витенька, я написал, Извини, Витюша, В день твоего рождения, И не просто рождения, А в честь твоего Восьмидесятилетия. Обнимаю Леонтьей, Ноябрь 2020 года. Это все твое. Если многие театры Начинаются с вешалки, То наш театр Начинаются с нашего разговора С Виктором Захаровичем. С интимного. Очень интимного. Да, мы были на встрече, На выпуске нашей школы Экскурсоводов, Которая управление культурой делает. И я пригласила Виктора Захаровича Посидеть, посмотреть, Чем мы сейчас в рамках Кровения занимаемся. И когда я познакомилась поближе, Мне хватило 15 минут, Познакомилась поближе. Очень близко. И в итоге родился театр. Да, я сейчас вас поздравлю, И вы меня отмечете. И буквально за 15 минут Я поняла, что мы не можем Отпустить этого замечательного человека. И нам нужно обязательно Сделать какой-то проект. И я рада, что Путь Томича, Театр Путь Томича, Вы его сейчас уже немножко Переименовали, живет. Что у нас практически Все наши выпускники Школы Экскурсоводов Приходят все новые люди. Поэтому мы от управления культуры Хотел вручить благодарственное письмо вам. Я сочинила формулировку За активную позицию В деле продвижения Историко-культурного И крыльевического потенциала В разных форматах. Поэтому поздравляю вас. Денис Аркадьевич тоже вас поздравляет. Сердечно. Пусть кто-то так и будет. Спасибо. Ну что ж, дальше... Ну давайте... Ну я все равно можно, Я останусь, я поздравлю. Нет, а у нас еще одно Поздравительное. Ну давайте тогда Поздравления все сделаем, Чтобы не разбивать. Теперь поздравления С нашей стороны. С вашей? Я актрисе Надежде Сазанову Предоставляю слово, А потом будет на шоу. А, нет, ну подождите, Галина Георгиевна решила сейчас выступить. А, сейчас, хорошо. А, хорошо. Виктор Бахат, дорогой, Недавно кому-то давала интервью, Меня спросили, Мечтали ли вы когда-то Переехать в другую страну Или в другой город. Я поняла, что никогда не мечтала Ни в другую страну, Ни в другой город. Я очень люблю то, За то, что здесь особая атмосфера, Которую создают, Может быть и улицы, Может быть и... Машину, зал. Ну я вау. Может быть и улицы, Может быть и старая красивая архитектура. Но в основном эту атмосферу создают люди. Настоящая интеллигенция. Одного на днях взяли. Не в прямом... Не в прямом... Нет. Не в прямом смысле вот этого слова, Когда говорят, что интеллигент, Это человек, Люди с высшим образованием в трех поколениях. А в моем понимании, Интеллигентные люди, Это те, которые любят и уважают В первую очередь себя, Своих окружающих, Свой город, свою историю, Ценят ее, делятся ей. И поэтому к этим людям тянутся, Они умеют и могут что-то организовывать, Они умеют вносить свой вклад вообще в историю, Свою, своего окружения, В историю своего города, В историю своей страны. Это замечательные люди, И один из которых в Томске это вы, На самом деле. И поэтому, несмотря ни на что, Я не могла не прийти сегодня, Не поздравить вас. У меня два подарка, Общественный и личный. Ценный подарок от Законодательной думы Томской области. Хотелось бы сказать, Что от имени и по поручению. Ну, вот такая большая книга, Красивая, русская жирная. Можно помочь? Подарочная. Тяжелая. Положу сначала. Ценный подарок и результат. Я знаю, что женщину сначала нужно положить. Ну, и лично от меня, Это не ценный подарок, Потому что ценные подарки хранят И передают по наследству, А не ценные быстро уничтожают. Это от меня, Семилетней выдержки. Обожаю ваше чувство юмора, Обожаю вашу корректность. Корректность особенно. И знаю, И знаю, что очень многие тянутся к вам, Учатся, И вы для них нравственный ориентир. Спасибо. Ну, и здесь по 10 прилагается. Ну, а 29-го Обещаю Все, что мы с вами проговаривали, Награды. 29-го января. Чехову будет 160, А мне в два раза меньше. Мы тоже забыли сказать, Мы сегодня принесли памятный адрес, А в 7 декабря Убедительное Вам вручат Официальную, почетную, Грамоту Думы города Солнца, И там небольшой еще конвертик К ней будет прилагаться. О, это замечательно. Забьем. Наверное, давай и ты, Чтобы не разбивать уже. Конечно, конечно. Два раза не вставать. Два раза не вставать. Ну, в данном случае, То есть я Здесь пришел, Как Соратник По Обществу Мемориалу. И 30 С лишним лет, 31 год, Если точно говорить о том, Что я Только не живут. Да. Мы с Виктором Захаровичем Познакомились И Начали Работать. Я горд тем, Что и благодарен, Что все эти годы Виктор Захарович не просто Является членом Нашего Общества Мемориал, Но и по-прежнему Член Совета. Я являюсь Как учредителем Учредителем И членом Нашего Международного Из Томского Общества Мемориал. Поэтому, конечно, Я благодарственное письмо Приготовил Вон туда посыл И подписал И подписал С соответствующей Формулировкой, конечно, О том, что Вы создавали Были учредителем 30 лет назад Мемориала И сегодня Являетесь его Одним из активных Членов. Скажу сказать о том, Что он у нас руководит Историко-кровическим клубом Который мы регулярно Проводили В стенах нашего музея. И, ну, дальше, так сказать, Там слова Традиционные Что ценности И Устав, так сказать, Наше общество Как раз Вы нашим Являетесь таким Камертоном. Поэтому На бы разговаривали. На бы. Конечно. Ну, а подтверждение того, Что каким Когда Виктор Захарев сказал, Что 80 лет Я, конечно, удивился. Искренне удивился. Потому что Но подтверждение того, Что вот были Когда-то в 90-м году Вот такие встречи И Мемориальские Я просто специально сделал, Распечатал эти фотографии На память. Ну, и, конечно, Хотел сделать Вот такой подарок, Виктор Захарович. Смотри. Вот больше 30 лет Ты являешься членом Мемориала, Но никогда Значка Мемориальского У тебя не было. Не было. И надо сказать, Что вообще этот значок Является уникальным. То есть он очень редким. Далеко не все В Москве, Скать, Учредителями Международного мемориала Этот значок имеют. Ну, вот я хотел бы, Скать, Этот значок тебе Прикрепить на твою Грудь. Букло М написано. Чтобы все знали. И надеясь о том, Что ты будешь Этот значок Носить так же, Как И тот орден, Который тебе Ну, а Для того, Чтобы Ты сидел, Скать, И читал книги И пил кофе И так далее. Вот такая подставочка Специально тоже С буквой М И под кофе. Это все От мемориала Тебе Подарки. Ну, и, конечно, Скать, Мы Всегда встречались И продолжаем встречаться В нашей Фигме. Ну, вот Такой памятник. В данном случае Я не уполномочен От Мемориального музея Где-то выступать И поздравлять. Скать, я, собственно, Сейчас Не заведующий Не руководитель. Но вот Памятник О нашем здании Такой магнитик Оригинальный Скать, я тебе тоже Дарю От нашего Мемориального музея. Поэтому Надеемся Через 20 лет Скать, мы будем Праздновать Твое столетие В нашей тюрьме В нашей тюрьме В 20 лет Нет такого срока Ты чё? Да, это Благодарственное письмо Но и это ещё Николай Кандыба Тебя включил В почётные Правозащитники Ещё в прошлом году Спасибо Но не было Времени передать Спасибо Это я Ксении И поделивая А там На меня Бочку Как Спасибо Антонович Поздравляю вас С юбилеем Надеюсь Что таких Вновлений Ещё будет Очень много А это фотографии Да Из моей жизни Так, Лена Что там Команды? Актриса Надежда Сазанова Это моя подружка С 60-х годов Чтобы узнать Не будем Уточнять С 1900 Какого-то года Мы знакомы А теперь у нас Новый театр Называется Путка Меча И я В честь 80-летия От театра Написала Оду Оду Но она Это Ода Она Как бы из двух частей Первая Тожественная А вторая Это просто планы На будущее Ода На день 80-летия Виктора Нилова Виктор А значит Победитель День Дел интересных Возбудитель Истории Томска Сохранитель Нас Как артистов Сотворитель Ты муж Заботливый Отец И дед И прадед Наконец Да Сделано Уже немало Но времени Не доставало Мечты Крутые Воплотить Экскурсиям По Томску Быть С красивой Театральной Сценкой И с Мактуновским Наш Бесценный Достоин Быть В названиях Томска Кто это сделает Потомка Про Чехова Кто им Расскажет Что не измазал Томск Он сажей Правозащитник Первый был И чтоб народ Не позабыл О нем Его побывки Тут И чтоб подумал Пять минут Как город наш Красив И важен И много И одно Этажен И я желаю Нам И Вите Задумки эти Воплотите Дерзайте Действуйте Творите От коллектива Театра Путь Томича Дел еще много Витя Дел много Будет 90-летие Отчитаешься Что сделал Виктор Захарович И последствия От всех артистов Еще Заключительно Сюда мы посадим Своих ветких мужчин В США Геннадий Присаживайтесь На заметку встать У нас очень много Вакантных мест На мужские роли Особенно по биографии Смухолонского Так что имейте в виду Приходите в наш театр Девочки Встаем Встаем В чайчике Сейчас Юлия Захаровича Неуловимого Чехова Будут поздравлять Его чайнички Да Пьеса у нас называется Антон Чехов Нет Еще не пьеса И чайки Да Ну пьеса Понятно Антон Так Кто лучше всех На томской театральной ниве Ну без сомнения Это Виктор Нилов Любитель женщин Понял Чем не Казанова Ловилась Пороховница Стратегический запас Его оружие С поволокой Тонный взгляд Пронзительный Зовущий сразу Врать и Ад Взгляд Острый Скальпель Взгляд Ринген Порой суровый С подлоги Взглянет И чашечки колен Сведет от мелкой дроби Мы знаем Что бывает Нелегко С актерами Найти Один язык И понимаем Что далеко Далеко Мы иногда Отправиться Должны Он Мнение свое Отстаивает Ильяна И голос Тонкий Как свинящая струна Летят Как чайки Напечатанные Слова Чтоб до актеров Доходило Без труда Не печатные Слова Она тут Тих не знает Мы знаем Что в душе Уживет котенок Сначала накричить Но это ведь По делу Потом становится Подапев Как ребенок Лишь только Мутюкаешься На соразмерное тело Пусть вирус Никакой Вас вовсе Не коснется Дилемма Станет Друг для вас Альтернативой Вложение Трудов Пусть дивидендом Обернется Не упорхнет Удача Чайкой Пугливой Печатывайте В жизнь Свои следы Пусть будет Путь свободен И несложен А побороть Сопротивление Среды Мы дружную Командую Поможем Спасибо Мэтр Вам За ваш Дурдом За то Что так Не скучно Было в нем Спасибо Тем Что понял Суть Суть Острот Что наша Жизнь Ходящий Анекдот Спасибо От нас тут Витер Захарович Вот такой Как бы Стермгазета Калаш Стермгазета На память Любимому Худруку Режиссеру Сонаристу Постановщику И просто Замечательному Мужчине С любви Воспринимает Как актер Простое слово Режиссер К театру Если применимо Тирану Будет заменимо И как отец Детей растя Актеров Он ругает Но любит их А доброта Преград условностей Не знает Ты увлечен И это классно Спектакль Даришь ты мечам На сцене Мы твои Навечные чайки Душа поет Виват Виктор Ты наш Стоим и в шляпках И с веслом На сцене И от волнения Сами не свои Неуловимый чехов Смуктуновский Гений Взирают на творения Твои И рады все Кто был с тобою рядом И нету ничего Милей Принять великую Награду Тебя нам слушать Ждать ролей И слово предоставляю Александру Для вас это будет большим сюрпризом Что он нашел Да Виктор Захарович Я у вас спрашивал Конечно Присылал вам фотографию Случайно мне попалась Вот эта вот книжечка Труды Томского областного краеведческого музея Том 6 Выпуск 2 Томск 1963 год Когда я ее открыл Я прочитал надпись Виктору Захаровичу От одного из авторов 28 января 1964 года С небольшим опозданием Кто автор Скажи Что я по подписью В. Флеров Флеров Василий Сергеевич А вот Доктор Я так понимаю С небольшим опозданием В почти 57 лет Мы решили эту книжечку Вручительную долю Она адресована вам Вы с ним монетами меняли